Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Мы с вами встречаемся буквально у двери. Дело в том, что мы сейчас уезжаем. Мы отправляемся в Вену. Да, нам как-то так понравилась Австрия и сам город. Как-то с вами поболтаем. Расскажу вам о наших небольших мечтах с Томиком. И в этом году мы ночевали там несколько раз. И получается, и вечером гуляли, и утром гуляли. И не знаю, как-то решили, что почему бы не рвануть туда на выходные. Поэтому сейчас, в пятницу, мы едем забрать детей из детского сада и также со школы. И едем туда где-то до воскресенья. В воскресенье, скорее всего, уже к вечеру вернемся домой. На выходные обещают классную погоду. В Кракове тоже солнечно. Но обычно там еще теплее. Поэтому мы буквально налегке. На всякий случай прихвачу кожаные курточки, чтобы вечером набросить. Потому что, понятное дело, что вечером уже так свежо. Для мальчиков это будет небольшой сюрприз. Но я постаралась взять их любимые вещи. И я не умею щелкать. Щелкалка поломалась. В общем, я беру вас с собой. Вот мы и на месте. Пойдем посмотрим наш номер в этот раз. Мы останавливались здесь еще зимой. И нам так понравилась локация. Я оставлю вам ссылку в инфобоксе, что это за отель. Честно говоря, я даже не помню название. Но у нас Томак занимается поиском, бронированием. Довольно просторная комната. Здесь очень-очень удобные кровати. Мик, это на балконе уже. Здесь прикольная лампа. И не шкаф, а типа мини-гардеробная. Что-то в этом духе. Полки, где можно разложить одежду. И со второй стороны все можно повесить. Здорово то, что у нас не два разных номера. Так как в прошлый раз общий номер просто на две комнаты. Небольшая ванная с душевой кабиной. Мика здесь пила воду и ела. Здесь, кстати, прохладненько. И здесь уже отдыхает Игнашка. Потому что он уснул в машине. Так что мы его аккуратненько занесли. И он спит, как клубочек такой. И большие окна, которые мы также распахнули, чтобы влетел свежий воздух. Мы спустились в ресторан, который находится внизу в отеле. У них даже есть своя пивоварня. И так как Игнашка уже спит в номере, устал ребенок, мы включили типа няню, видите. Я могу наблюдать за ним. Он лежит на большой кровати. Но у меня отключен микрофон. И если вдруг что, я просто включу микрофон и скажу ему, что мама уже идет. Я внизу. Так как он знает это место, то мы не переживаем. Вот жалко, вы мне не можете подсказать сразу. Телефон занят. Какое пиво выбрать? Томак оставил тут просто главного знатока пива. И говорит, выбери, какое это вкусное. Я вообще раз в год пью пиво. И то должно быть вкусным и не горьким. Темное не для меня. А еще и все. На немецком, Оля, включаем мозги и вспоминай немецкий, который ты учила все время в школе и в университете, но не говоришь. Так тоже бывает. Заказала. Надеюсь, это не разочарует Томака. И смотрите, я тут в компании Микаси сижу с приездом. Томак, как пиво, которое я тебе заказала. Очень вкусно. Хорошо. Доброе, доброе австрийское утро. Мы проснулись очень и очень рано. Поэтому, несмотря на то, что в 9 часов утра мы уже выгулили собаку, позавтракали, привели себя в порядок. И в полной готовности отправляемся в город. Нет никаких особых планов. Мы собираемся гулять, отдыхать. Видите, что Микуся тоже поехала с нами. Игнат вообще на самокате в полном обмундировании. Сейчас мы находимся на торговой улице. Здесь располагаются разные сетевые магазины. Интересно, есть ли and other stories. Вот туда я хотела бы зайти. Но планов шопиться как таковых нет. Единственное, чего нам хотелось бы, это посетить Шонбрун. Но мы проверили, с собакой туда нельзя. Некоторые моменты с собакой и с детьми становятся более сложными, чем это было раньше. Кстати, мы когда-то приезжали сюда несколько раз без детей. Потом только с Захаром. Потом уже все вчетвером. А теперь вот еще и с собакой. В общем, в следующий раз нам нужно будет или брать кого-то с собой, или оставлять детей с кем-то. Нужно будет заняться поиском няни. Субтитры сделал DimaTorzok то, чего у нас нет в Кракове. Но то, что нам очень нравится, я помню, еще лет 10 тому назад мы увидели такой формат бутербродных канапешных кафешек в Будапеште. И мы каждый раз останавливались там, когда ехали в Хорватию. Смотрите, эти бутербродики, они небольшие и столько разных вкусов. Кстати, в Будапеште они были еще меньше. И с рыбой, и с яйцом, с мясом, с сыром, с чем угодно. Они такие привлекательные. Но я наелась на завтраке, поэтому пройдем мимо. Мне очень нравятся ощущения, которые я испытываю в большом городе. Чувствуешь себя таким маленьким-маленьким человеком. Наверное, жить здесь, ну именно в центре где-то, я бы не хотела. Хочется какого-то больше спокойствия. Но тем не менее, для разнообразия куда-то поехать в Кракове совершенно другие какие-то эмоции и ассоциации. Ну и это прекрасно. Мы ушли из главной улицы, свернули. И оказалось, что здесь так много разных магазинчиков со всякими вещами хендмейд. Разнообразных, чего здесь только нет. Открыли ворота. Здесь площадка для детей. Кстати, на улице некоторые люди ходят в масках. Мы надеваем их в помещение. И здесь вот вроде как все организовано, чистенько, убрано. Даже все удобства какие-то есть. Но, к сожалению, есть бездомные. И сейчас днем меня это не напрягает, а вот вечером я бы боялась. Браво! Очень ветрено сегодня, особенно когда стоишь на какой-то сквозной улице. Ничего не могу вам сказать. Надеюсь, что хоть часть для этого влога я засниму здесь. Но если нет, то так и будет. В общем, сейчас мы идем в место, которое называется Нашмарк. Это такой рынок, где можно приобрести все, начиная с самых обычных продуктов питания и заканчивая какими-то эксклюзивными морепродуктами. Когда Томак работал в Австрии, когда это было? Два года тому назад, местные привели его туда. И он говорит, что там очень-очень вкусная кухня, что там можно отведать что-то необычное или попробовать местную кухню. Все супер свежее, и там очень-очень много людей. И мы направляемся туда на обед. Возможно, сейчас заглянем, посмотрим, что там. И потом придем тогда, когда уже чуть больше проголодаемся. Мне нравятся такие места подобного формата. Кстати, я слышала, что в Москве есть депо. Все они, конечно же, разные. Все они имеют свои особенности, но во многом у них есть что-то общее, потому что это то место, где находятся разные кафешки, разная кухня. То есть, что твоя душа пожелает, можешь попробовать, и недели не хватит, чтобы испытать все рестораны. В Киеве что-то наподобие этого Кураж Базар. И помните, в Португалии мы тоже с домиком были. Нам там очень-очень понравилось. Хотя говорят, что это место для туристов. Именно там я попробовала самого вкусного осьминога, который, наконец-то, не напоминал нечто резиновое. И также там были какие-то приправы, но они не перебивали вкус самого продукта. В общем, интересно. И в таких поездках я наполняюсь какими-то идеями. Меня очень вдохновляют разные места, разная кухня. Я возвращаюсь, и мне хочется самой что-то готовить, хочется самой что-то пробовать. И поэтому даже несмотря на то, что поездка у нас будет очень-очень коротенькая, тем не менее, такие дни заряжают. Игнат в белой кофте просто на животе вытирает ступеньки. Класс. Захар у нас очень серьезный. Он где-то с папой выгуливает Миква. Я всегда там. Господи, какой он активный. Я вам передать не могу. Я только надеюсь, что в этом путешествии у нас не будет никаких приключений, потому что в последнее время у нас такая статистика, что мне самой страшно. Мне кажется, я могла бы здесь застрять на пару часов. Приправы со всего мира. Ой, я хотела бы какую-то турецкую приправу. Они очень-очень ароматные, вкусные. Ценообразная фета, соусы, гуакамоли, хумусы. Всех, наверное, видов, которые существуют в природе. И какие-то тоже закусочки. Патиссоны фаршированные. Оливки, томаты. Обалдеть! Экзотические фрукты. Я, наверное, возьму что-то на пробу. Папайя выглядит очень аппетитно. Разрезанная петахаи. Мангостин. Ну, лимоны. Лаймы – это уже более привычное для нас. Не настолько экзотическое. Плоды кактуса. А вот это я даже без понятия, что это. Мне хотелось бы, чтобы у нас был такой рыночек в Кракове. А может, есть? Я не знаю. Вы мне подскажете. Вот там дальше еще овощи. Пока мы идем до ресторана, я тут просто восхищаюсь тем, что встречается нам на пути. Игнат со мной как хвостик. Каштаны. Игнат, положи, пожалуйста. Нельзя трогать. Вот это я вообще без понятия, что. Ну, и, конечно, много-много разнообразной зелени. Мы уже с вами в ресторане. И мы с семьей. И мы пришли в рыбный ресторан. Заказали большую рыбную тарелку. И если дети не захотят есть, то потом еще где-то перекусим. А пирольчик – то, что надо. Освежающий. А мальчики пьют сок. Томак, может быть, чекала. Рыбушка, каламары, креветки, стунец. Томак, что еще видишь? Картошка. Картофель, лосось, осьминог. Осьминога не вижу, а есть, есть, да? Лимончик и какой-то соус на основе оливки. Я не знаю, как Томаку, но мне очень-очень вкусно. В последний раз такую вкусную рыбу я ела во Франции в прошлом году. О, Микани! Ой, я смотри. Микани! Эй, мама! Не так далеко. Снимай пса. Снимай камеры и пса. Доброе. Иногда мне кажется, что мы со стороны смахиваем на сумасшедших. Мы с Игнатом отстали, потому что я вы снимала кофту. А теперь Игнат едет и говорит, мама, беги. А мы уже полгорода прошли пешком. У меня сейчас просто отвалятся ноги. А он, мама, беги. А еще очень прикольно, что в городе есть достаточно много мест, которые обгорожены специально для собачек с водой. А также можно там пописать все дела. Урны спаят. И собака может побегать без поводка, поиграться с другими. Мы сегодня какие-то неугомонные. С самого утра где-то ходим, что-то смотрим. Мы прошли уже больше 15 километров. И сейчас Томас привез нас в интересное место, о котором я нигде, никогда не слышала. Как оно именно открывается, я напишу на экране. Эта местность находится недалеко от Вены. И это, опять же, местные показали ему эту деревушку. Возможно, это город. В общем, в этой деревушке есть частные дома. Они выглядят приблизительно так со стороны. Но на самом деле это рестораны. Но снаружи их особо не видно. Просто ты едешь, и на оборотах определенных сторон висят шишки или какие-то руки с сухоцветом. Это значит, что у них есть и домашние такие-то блюда. И также молодое вино, конечно же, пиво. Здесь довольно тяжелая кухня. Я так и не смогла ничего себе выбрать. Когда увидела то, что мы заказали детям, я так ничего себе, ладно, я попробую. И, конечно же, попробуем вино. У меня сегодня, а если не обращайте внимания, мои глаза хотят запрыгнуть из орбит, то я ничего не могу с этим сделать. Но придется потерпеть до завтра. Скорее хочется умыться, и потом уже, наверное, мне станет легче. А завтра буду ходить к пачкам. И не стану красить глазами, дабы и все больше не разградать. Это одно из блюд, которые мы заказали. Здесь макароны, сыр и ветчина. А у Томака свинина в собственном соусе запеченная. А это типа как... Недлен, наверное, да? Что это такое? Картофельная какая-то штучка с мукой. Я такого делать не умею. К ней подается соус. И еще паприка. Здесь, кстати, очень-очень дешево. И то, что нужно обязательно попробовать, это гемишн. То есть белое вино с минеральной водой. Еще есть столики снаружи. Прямо в саду. Очень интересное место, но, честно, у меня уже ничего не влезает. Едем домой спать. Вот иногда ворота открыты, а иногда закрыты. Но обязательно нам нужно искать или шишки, или вот такие веночки, как я вам говорила. И тогда понятно, что здесь внутри запрятан уютный, вкусный домашний ресторанчик. Ой, как мне хорошо, как мне полегчало. Пришли домой. Я не знаю, откуда. У Тома косила, но он еще укладывает детей. Кстати, Мика сегодня впервые так много прошла. И вообще не было никаких проблем, потому что вчера она так сильно поднапряглась, даже как-то испугалась большого города. Трамваи, движения, очень много людей. И она была растерянная. Она даже пописать не могла перед сном, но выдержала всю ночь. И потом уже утром Тома пошел с ней в специальное место, отведенное для собачек. И они находятся по всему городу. С этим вообще нет проблем. Также на каждом углу буквально находятся специальные пакеты, куда можно собрать, чтобы не оставлять после своих потех все эти дела. Так что вообще с этим никаких проблем нет. И вода тоже везде по городу есть, поэтому можно даже не носить с собой бутылочку. Сейчас нанесла масочку. Обычно я в поездке беру с собой тканевые или какие-то пробники моих любимых масок. И у меня с собой была вот эта моделирующая Айзенберг. Конечно, не супер актуальна на ночь. Тем более я лежу сейчас, придавила все свои вторые, третьи подбородки. Но главное, что я что-то хорошее еще сегодня сделаю даже для своего лица. Она классно увлажняет и подтягивает кожу. Завтра не проснусь опухшим существом. Сегодня такое впечатление было, что я превратилась в моллюска. И это все из-за того, что мы не выспались. Стомаком как с похмелья просто целый день. Поэтому, несмотря на то, что сейчас 9 часов вечера, мы чуть-чуть, наверное, посидим, и уже скоро будем отправляться ко сну. И слушайте, я спасла свои глаза. Я вообще молодец. Человек запасливый. И я как-то попробовала вот эти охлаждающие, освежающие капли рог. Там, по-моему, это какие-то японские. Я их покупаю на... Это... А, не японские, а вьетнамские. Сделанные во Вьетнаме. Я их покупала как-то на iHerb. Тоже у кого-то подсмотрела. Вот не помню у кого. И иногда, когда было с Женей, или глаза были красными, еще тогда я не знала, с чем это связано, я начала пользоваться. И при каких-то заказах забрасывала несколько. И теперь в путешествиях со мной тоже вот эта маленькая баночка. И сразу просто исчезло вот это ощущение чего-то раздражающего глаза. И тоже они не настолько красные. Потому что я как глянула на себя в зеркало. И даже Игнат спросил маму, что с твоими глазами? Но это было очень-очень неприятно, дискомфортно. И сейчас вот буквально случайно пришла в своей косметичке. Я молодец, сама себя выручила. Пооткрывали окна, потому что здесь довольно тепло на улице. Нам очень-очень-очень подфартило с погодой, потому что можно было очень много гулять. Не жарко. При этом, если чуть прохладно, то можно набросить жакет, так как я. Или малые постоянно снимали. И также надевали толстовки. Если вы едете без детей, или дети постарше, или вы хотя бы без собаки, так как мы вообще полным колхозом приехали, для нас это не особо актуально. Но даже с детьми можно было бы взять в аренду эти электрические самокаты. Это супер вещи. Здесь очень классные велосипедные дорожки, по которым перемещаются также вот эти электрические самокаты. Моя башка уже сегодня не варит. Но я сейчас постараюсь вам рассказать, то завтра уже или забуду, или тоже чем-то другим буду заниматься. Но, в общем, в Кракове они довольно узкие, потому что город, особенно старый город, он сам по себе не настолько большой, не настолько просторный. И там сложно было выделить место. И слава богу, что вообще его сделали. И за это спасибо. Но здесь как-то вот очень широкие тротуары. И, соответственно, это место, где едут велосипеды и также самокаты, его достаточно. Оно настолько широкое, что два велосипеда без проблем могут разминуться. В Кракове иногда ты едешь и думаешь, господи, хоть бы тебя не зацепили, хоть бы никого не сбить. Особенно в случае детей я прям всегда сильно напрягаюсь и переживаю по этому поводу. А здесь я бы сказала, что безопасно. И очень многие люди ездят на велосипедах. Их также можно арендовать без проблем. Устанавливаешь приложение. Я видела, что здесь и Lime, который есть в Польше, это самокаты вот эти. Поэтому, да, если устаешь, то можно взять самокат или когда хочется вечерком прокатиться с ветром в волосах, то тоже почему нет? Мы недавно попробовали. Это настолько здорово. Это очень просто. И я не знаю, насколько это можно делать, насколько это безопасно, но Игнат стоял у меня на самокате, а у Захара, а у Игната, сколько их у нас, а у Томата стоял Захар. То есть вдвоем мы ездили на таких самокатах. И вот, и в принципе удобно. Мы с собой брали еще шлемы, но потом, когда мы пошли с самокатом Игната, который мы тоже привезли с собой, мы его просто-напросто забыли взять. Но на всякий случай тоже прихватили. Все, прощаюсь с вами. Увидимся уже завтра, скорее всего. И завтра вечером мы уже поедем домой. Мы выселяемся около 10, наверное. У нас еще включен завтрак в отель. Нет, в отеле, господи, что я говорю? Ну, все, вы меня поняли. Все, пошла отдыхать, потому что ноги у меня отваливаются, и нужно отоспаться. Чао-какао, увидимся завтра. Доброе утро. Мы тут полукомандой. Идем, не поверите, никогда не угадайте, куда. Сейчас ждем, пока Мика выпьет всю воду из всех мисок. Игнат, покажи, что ты собираешь. Каштаны собираем в садик. Мы позавтракали и пришли собирать каштаны. На улице довольно тепло. Мика. Мика. Игнат, тебе поможет Мика. Смотри, она нашла каштан. Поставь свой самокат и давай собирать вместе. Давай пакет. Смотри на Мику, как ей нравятся каштаны. Можно же играться. Мика. Мика, Мика, Мика. Давай, давай. Почему не давай? Смотри, как она играется. Но один у нее только. И же тоже интересно. Какие они смешные. Если вам интересно, зачем нам тащить каштаны из Австрии, их в Польше не так много. И Игнат решил, что он насобирает в садик, так что они будут что-то интересное из них делать. Сувениры привезет ребенок. Мы будем чек-аут, то есть выселяемся из гостиницы, но сегодня еще погуляем по Вене. Здесь очень интересный дизайн ресепшена. Такой оригинальный, он запоминается. И, наверное, он нас подкупил, когда мы выбирали гостиницу. Комнаты простенькие, но чисто. Нет никаких претензий, тепло. А это, кстати, натуральный мох. Давно уже делают такой дизайн, но все равно каждый раз восхищаюсь, потому что дома я бы не рискнула сделать что-то такое. Игнат просто вместе с Микой как хвостики вдвоем за мной. И, кстати, этот мох нужно обязательно еще сбрызгивать, чтобы он не засох. Специально за ним ухаживает. Довольно деликатный. И вот, смотрите, лестницу оставили в оригинальном виде. Повесили современные плакаты, такие лофтовые люстры. И когда смотришь сверху, то очень классный вид открывается. И вот эти комоды у нас тоже продаются. Они очень-очень дорогие. Хотя, возможно, это не оригинальные. Или просто кто-то, знаете, как задал тренд. И сейчас их делают. И у одной из моих подруг дома стоит очень-очень похожий на этот. Еще более цветной. И я тоже подумываю над тем, чтобы приобрести что-то похожее к нам. А вот Захар в своем мире получил iPad. Спустя месяц без него играет, отдыхает. Никуся сторожит. Продолжение следует... Как же здорово прямо в центре. В центре города есть какие-то развлечения, какие-то площадки для детей. Мы без ума от таких идей. И здесь вот типа мини-гольф, наверное, или как-то по-другому это называется. Но я думаю, что если вникнуть, то можно разобраться. Гуляем рядом с музеем современного искусства. Но туда пойдем в следующий раз. Здесь туннель со звуковыми эффектами. Интересно. Здесь куда ни ткнешься, везде красиво. Ну, как так может быть, а? Пожалуй, самый модный напиток – это пироль шприц. Закончился, между прочим, в заведении. И я заказала компари шприц. Здесь компари, просекко и газированная минеральная вода. Лайм и лед. Нужно попробовать сделать дом, потому что тоже такой не слишком сладкий, не кислый, я бы сказала, с перчинкой напиток. И освежающий, не сильно пьянящий, но в зависимости от того, сколько вы добавляете алкоголя. Но я думаю, что пора поэкспериментировать под настроение. Я понимаю, что здесь более щадящий климат, но вот как они содержат эти белые дома или светлые просто в чистом виде? Как они не пачкаются? Может, они их моют как-то? Или часто перекрашивают? Но задалась таким вопросом. Ола, после одного дринка. Что мы? Не подскалываемся. Не надо бухать. Еще не 6 часов. Так интересно, мы были здесь зимой, в этом музее, также на зимней ярмарке. У меня даже есть фотография. Прямо вот здесь. А сейчас летом все выглядит несколько по-другому. Мика дальше не пойдет. Она не хочет сдвинуться с места. Что теперь делать, а? Мими! Мика! Мими! Блин! Нет, ну, серьезно, это уже не смешно. Уже по дороге обратно на торговой улице остановились во вьетнамском ресторане. Я, конечно, не специалист в спринг-роллах, но мне эти очень понравились с авокадо и тофу, и с манго и лососем. Но самое вкусное – это ореховый соус. Томак пошел во все тяжкие, заказал себе суп с лобстером. Томак, поделишься, а? Крава? Угу, очень вкусно. Мальчики, мы прибежали посмотреть, что это такое. Ну вот мы и дома. У нас понедельник. Я отвезла детей в школу и в детский сад. Томак сам отвез себя на работу. К сожалению, дорога в офис занимает у него около полутора часа времени в одну сторону, поэтому он раньше всех выезжает и позже всех приезжает. И если вы любите семейные влоги, то не забывайте поддержать меня пальчиком вверх. Мне будет очень-очень приятно. Спасибо, что провели эти выходные с нами. И в самом начале влога я хотела поделиться с вами, ну не то чтобы мечтой, а какими-то размышлениями. Это не какие-то планы на ближайшее будущее, но мечтать никто не запрещает. Кстати, не факт, что мы адаптировались бы к жизни в Австрии, но так как пару лет тому назад Томака приняли на работу в Австрию, и встал вопрос того, а переедем ли мы за ним, если у него пойдет какой-то интенсивный карьерный рост. Он работал в довольно крупной компании, называется она Alufix, но на тот момент компанией управлял сын хозяина, который, к сожалению, скончался. И в силу того, что у него не было опыта и управления таким большим бизнесом, и также, я думаю, что его окружали не совсем правильные люди, и эта компания обанкротилась. Поэтому Томак вынужден был перебраться на другую работу, но это было давным-давно, но правда. И мы тогда рассматривали разные варианты. Конечно, там не просто другой уровень жизни, а там совершенно другая стоимость вот этой жизни и другое налогообложение. И я сомневаюсь, что на Томаком хватило бы на частный дом, где-то даже не в Вене, а в пригороде, или вообще где-то там непонятно где, за пару сотен километров, потому что там, насколько я знаю, недвижимость очень-очень дорогая, и все оплаты там, газ, вода и продукты питания, то есть это все, знаете, как по цепочке, да. Невозможно жить в лучших условиях, но при этом практически ничего не вкладывая именно в финансовом плане. Также я уверена в том, что жизнь в разных регионах Австрии отличается, но как-то вот настолько там спокойно, как-то так все сделано для людей с мыслью о людях, и я себя чувствую там, ну не то чтобы как в своей тарелке, но я готова была бы попробовать жить еще и в таких условиях. Я все-таки 10, не 10, а 12 лет тому назад, около того или 13, я уже и потерялась, терялась, перебралась в Польшу, тоже как-то особо этого не планируя, но так сложилась моя жизнь, что я уехала по зову сердца за своим мужем, и, ну я не знаю, есть к чему стремиться, и если очень сильно захочется, то я думаю, что стоит попробовать, но это пока только, знаете, какие-то размышления, если бы добы, доросли в носу грибы. Знаете, такое, как говорила моя бабушка, но тем не менее, вот знаете, когда мы гуляли, вот тебе нравится, а что ты думаешь? И мы как-то пришли к общему знаменателю, что да, это супер страна, и знаете, одно такое наблюдение, что ты никогда не скажешь, вот глядя на человека, на то, как он одет, на его поведение, на его отношение к другим людям, к официантам, ну вообще, в принципе, по человеку ты не скажешь, какой у него достаток, он может быть очень просто одет или она, и пока этот человек не выйдет из ресторана, скажем, условно, и не сядет в суперлимитированную машину, или какую-то заряженную, супердорогую, ты никогда не подумаешь о том, что у них есть деньги, и, наверное, это тоже очень как-то привлекает, вот когда мы были в горнолыжном курорте, там тоже ты никогда не скажешь по людям, кто из богатой семьи, кто из бедной, и не потому что все там такие, знаете, обеспеченные отдыхали, нет, просто нет вот этого выпендрежа, и это очень сильно подкупает, в Кракове тоже это не сильно наблюдается, но есть, вот знаете, четкая разница, и нельзя сравнивать Краков и Вену, я тоже отдаю себе в этом отчет, но Краков, он какой-то более компактный, более уютный, возможно, даже более душевный, но Вена, конечно, чем-то манит, если вы живете в Австрии, то поделитесь, пожалуйста, как вам там живется, сколько это стоит, я не хочу считать чьи-то деньги, но ради интереса, вот сколько нужно денег, для того, чтобы комфортно себя чувствовать, чтобы там хватало на обучение детей, кстати, вот еще раз по поводу детей, ехать одним, это одно дело, когда у тебя дети, тебе приходится платить за школу, за кружки и так далее, это очень серьезные дополнительные траты, поэтому, прежде чем принимать какое-то решение, у нас будет очень жесткий подсчет того, что мы можем себе позволить, а что нет, но если вы живете там, то, пожалуйста, расскажите, как и что у вас там, на этом мы с вами будем прощаться, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро!